Для нас доброе утро. Мы сейчас пришли на завтрак. Хочу все это очень подробно отснять. Резорт вообще не похож на все остальные. Он самый новый на данный момент, на август 2024 года, потому что он открылся в марте 2024 года. Давайте зайдем. Обратите, пожалуйста, сразу же внимание на мебель, на кресло, на ступеньки. Вот такая люстра. Смотрите, какая красивая. Насколько я помню, дизайнер с Арабских Эмиратов. Кто точно, не подскажу, но все очень красиво. Сперва мы с вами проходим барную стойку, на которой расположились разнообразные соки, напитки, смузи. Далее переходим с вами к следующему стенду, где расположились сухофрукты, орешки, хлопья, мюсли. И обратите внимание, пожалуйста, на шампанское. Именно в этой локации оно расположено. Можно подходить и наливать себе безлимитно. А теперь с вами проходим в основной ресторан. Именно там расположились столы для гостей. И продолжается выбор на шведском столе. Заботливо под прозрачными крышечками расположились фрукты. Пожалуйста, угощайтесь. Кстати, выпечка в отеле своя. Обратите внимание на круассаны. Мне они очень сильно понравились. Если вдруг кто-то любит горячие тосты, то тоже их можно приготовить. В холодильничке расположились йогурты. А теперь обращаю ваше внимание на нарезку из колбасы, сыров. Мне особенно нравится сыр с плесенью. Тарелочка с измельченным авокадо, драники, луковые кольца, пицца на завтрак, оладушки, блинчики. Два вида сосисок. Фасоль, полченая картошка, вареные яйца. И на маленькой сковородочке расположилась шакшука. Теперь уже можно пройти к своему столику. Мы выбрали самый дальний для того, чтобы сразу же смотреть на бассейн и на море. Посмотрите и представьте, что это именно вы будете здесь отдыхать в ближайшее время. Я сейчас вам буду показывать наш номер. Мы сами, честно признаться, в шоке, потому что мы не ожидали. Мы думали, у нас будет стандартный однокомнатный номер. А у нас такая красота. Здесь у нас уже начинается какой-то такой вот столик, рабочая зона. Смотрите, нам расправили кроватку. Здесь мы будем спать. Здесь вот, смотрите, зона кухни. Четыре бутылочки воды. Вон какие-то орешки, наверное, это будет уже идти за дополнительную плату. Огроменный телевизор, просто огроменный. Тут у нас какой-то комплимент. Мы это все посмотрим. Это печеньки. Кеноби, наверное, печеньки. Мне очень нравится свет, вообще все. Смотрите, какие стильные стульчики. Ну, это же вообще вот просто песня. Дальше переходим в спальню, которая, во-первых, за большой мощной дверью. Здесь у нас тоже большой телевизор. Смотрите, какие шторы красивые. Ой, а эти светильнички, какие миленькие. А вот, вот это вот, да, как раз-таки канопи. Вот это вот считается, называется канопи, я так поняла. Вот, и у нас вот так. Потом у нас там что-то. Посмотрим, да, и давайте вот заглянем сейчас сюда, потому что ванная комната просто огромная. Боже, две раковины, супер просто. Большой душ, ванная. Да, это можно оттуда и оттуда сразу же пойти. Смотрите, лосьон для тела, весы, тут вот все. Зубная щетка, набор блебрития. Смотрите, какого цвета раковины. Супер, мы везучие. Я самое главное, знаете, когда заселялась, я просила, чтобы дали номер для, там, одной семейной пары побольше, да. А в итоге, бац, номер достался нам. Это круто. Мы сейчас с вами направляемся в спа-центр. Он должен работать с 9 утра, но сегодня что-то начал работать попозднее. Сейчас узнаем, что там по услугам, сколько по стоимости все, и заодно атмосферу посмотрим. Первым делом предлагаю отправиться нам с вами в фитнес-центр. Прям вот даже табличка, да, написана. Вот так вот все выглядит вокруг. Проходим с вами в женскую раздеванку. Здесь у нас с вами расположена сауна. Вот такие вот шкафчики, куда можно будет убрать свои вещи. Все это, считайте, недалеко от рецепции. Смотрите, лед. Ой, как все красиво. Все, знаете, свежее, новое. Очень вкусно все пахнет. Сейчас пройдем с вами уже в массажной комнате. Вместе с коллегой она все показывает. По стоимости массажа тоже расскажу вам. Это уже называется орхидея. Тоже такой вкусный аромат. На балконе ванная, джакузи. Эстетика прям во всех деталях. Халатики, полотенца, если у нас что, типа сауна и душевая. Так, что у нас теперь по стоимости? Мы сейчас смотрели массаж на 90 минут, потому что час он реально как-то так вот не ощущается. Так вот, массаж 90 минут выходит где-то примерно в районе около 150-150 долларов. Если считаем, что одна рупия у нас по 14 за 1 доллар. Ну вот, примерно вот так вот, чтобы вам планировать свой кайф в отеле-канапе. Если вы думали, что из России тяжело уехать в Европу и США, то это не так. Сейчас сроки рассмотрения Шенгенвиза это 2 месяца практически. В НЖ Венгрии это всего лишь месяц. При этом твоего личного присутствия не нужно. Разрешение можно, так сказать, на путешествие в Европу на целый год. Важный момент то, что мы работаем с очень сложными случаями. Если вдруг у вас были отказы, и при том даже не один раз, то мы беремся за эти случаи, и, как правило, все реализуется благополучно. В том числе мы помогаем с оформлением виз в США. И доводим до благополучного получения виз даже тех гостей, кому отказали. Бронирование, вилла, апартаментов. У нас 2 юридических лица. Одно в России, другое в Казахстане. Пишите нам, если хотите, в Европу и США. А также подписывайтесь. Здесь у нас про путешествия и вдохновение. Какой у нас сегодня замечательный день. У нас сегодня у одной коллеги день рождения. Будет замечательный ужин. С утра тоже уже видели, да? Какой классный завтрак. Даже, представляете, в Констанцефеле не было шампанского, а здесь в отеле есть. Спа-центр сняла вам. Номер наш показала. Завтрак показала. Хочу показать атмосферу, территорию отеля. Обязательно пляж. И вот наша, наверное, пожалуй, все. Потому что сегодня заключительный день. Хочется тоже классно самой провести время. Прямой эфир я провела. Я молодец. Заходите в наш инстаграм. Здесь давайте специально приложим наш QR-код. Для того, чтобы вы проходили и смотрели все наши эфиры. История в том числе, знаете, вот прям в моменте показываю как раз территорию. Что она из себя представляет. Смотрите, несмотря на то, что отель новый, буквально открытый в марте. Все такое зеленое. Очень много цветов. Стильно. Много воздуха. Много пространства. Это, конечно, вообще радует. Это нравится. Это и располагает к себе. Есть номера, которые расположились прямо на первом этаже. И сразу же, видите, можно выйти на территорию, прогуляться. Мне еще нравится гора. Вот действительно, знаете, здесь как-то тут все гармонично. Уже давно выкладываем все наши обзоры не только на YouTube-канале, но еще дублируем обязательно в Дзене. Поэтому, если вдруг у вас как-то качество подтормаживает, переходите в Дзене и спокойно там смотрите. Помимо этого, у нас есть еще Telegram-канал. Тоже проходите. Давайте здесь наш QR-код тоже добавим, чтобы вы могли пройти, подписаться. Там мы делимся со всем другим контентом. Он не похож ни на Instagram, ни на YouTube, ни на Дзен. И там частенько я могу в моменте тоже записать какой-нибудь кружочек. И я думаю, там будет тоже с каждым разом все более такая какая-то своя классная атмосфера. Вот здесь мы сегодня вкусно завтракали. Хочу показать вам всю эту атмосферу, потому что очень все стильно, классно. Звучит музыка. Мне вообще вот просто нравится это все очень сильно. Это сейчас вкусно кушает гостя. У нас будет здесь ужин проходить. Фонтанчики. Смотрите, какие красивые-красивые кресла. Ну, действительно супер. Как раз здорово, что так все расположилось. То, что здесь нет никаких гостей. В принципе, на завтрак я уже тоже визуализацию делала. Но и сейчас мы с вами тоже это можем повторить. Пожалуйста, представляйте себе, когда смотрите наши обзоры, представляйте, как вы тоже будете. Особенно, если вам ресорт нравится. Или вам нравится страна. Или вы хотите тоже где-то побывать. Хотя сейчас, допустим, может быть, и нет отпуска. Или, может быть, даже возможностей. Не тот запланированный, может быть, бюджет. Но все равно пусть будет в так называемом листе ожидания поездка в ту или иную страну. Или в тот или иной отель, который мы отсняли на нашем канале. У нас, в принципе, в основном, наверное, 99,9% отелей, которые мы сами хотим тоже посещать. Которые нам нравятся. Куда бы мы сами тоже с удовольствием приехали. Поэтому порой нам пишут под какими-то обзорами. Почему вы не пишете, не знаю, какого-то негатива про отели. Потому что, в принципе, в целом мы максимально стараемся брать и выбирать классные отели. Потому что мы сами за них платим деньги с Ренатом. То есть мы приезжаем в эти отели, сами отдохнут, сами прочувствуют. Вот эта поездка на Сейшела тоже она за деньги. Но здесь уже, конечно же, есть разноплановые отели. Есть отели, куда бы я точно не отправила наших гостей. Есть отели, в которые бы я сама не поехала. Но так составлена программа. И я не могу не посетить их. Как раз-таки посещая их, я понимаю, что этот отель мы не будем продавать своим гостям. Вот такая вот у нас волейбольная площадочка. Иду дальше. Хочу там тоже показать вам бассейн. Потому что там он огромный. Видите, от дождя так заботливо накрыли еще каким-то дополнительным темпом. Мы сейчас с вами пойдем туда. Но сперва покажу вот здесь вот тоже фонтанчики, что из себя представляет. У нас здесь охрана. Мы тоже с вами скоро туда пойдем. Как нам нравится. Все наши группы нравятся. Вся наша группа довольна. Вся наша группа кайфно, классно. Представляете, если все 10 турагентов говорят, что отель классный, вам только остается взять их и нам поверить на слово. А мы по максимуму сейчас все вам отснимем, покажем, расскажем. В том числе здесь у нас уже идет вереница таких бассейнов. Все здорово, все хорошо. Мне нравится то, что отель невысокий. Знаете, очень много природы. На себя ничего такого, я бы сказала, наверное, не берет. Я бы сказала, ну, в том плане, что как-то гармонично влился в окружающую среду. Здесь у нас еще продолжается с вами зона шезлонга, зона зонтиков. Так, несколько каких-то немножечко в пятнах. Хотя во всех остальных я ничего такого не видела. Подхожу к бару. Смотрите, какие кресла там. Такой вот замечательный вход. Это же у нас прям с вами сразу бассейн инфинити, да? И опять, ой, какие чудесные деревья. Вот прямо там вот. Просто супер. Боже, как тут все прекрасно. Вот вы только посмотрите, здесь же просто настоящая эстетика. Эстетика во всем. Горшки, кресла, диваны. Сколько дерева много. И вот такой вот прикольный променад. То есть, представляете, вы выходите за территорию отеля, и у вас прекрасная прогулочная зона. Мне кажется, это супер. Пора прогуляться на пляж. Что мы сейчас с вами и сделаем. Выходим из таких вот ворот. Прямо по курсу у нас море. Покажу тоже капельку променада. Мне кажется, здорово, классно, что такая есть возможность. Мне нравится все. Прямо природа и зелень. И то, что так близко ко всему расположен. Вот такое море, вот такой пляж. Сейчас прилив. Ну, главное, что песочек. Главное, что, видите, можно поплавать. Кстати, недалеко расположился еще их один отель. Называется Манго Хаус. Тоже входит в группу Хилтон. Вот, вы тоже можете туда ездить. У них там побольше ресторанов. Если я правильно помню, то три. Тогда моя такая большая рекомендация брать все-таки двухразовое питание, чтобы вы могли вот как раз-таки в обед как-то разнообразить. Потому что вдруг вы в этот день уедете на какую-то экскурсию, да. Или вот, пожалуйста, в Манго Хаус и там для разнообразия позавтракать. Вот, извините, пообедать. Шезлонги. Очень классная атмосфера. Мне нравится прилетать на Сейшелы в это время года, потому что нет изматывающей жары, потому что прям вот дышать есть чем. Люди есть, но не могу сказать, что прям супер так много. Ну что, возвращаемся сейчас с вами в зону рецепции. Там очень атмосферно. Тоже какие-то такие, знаете, современные стильные фишки. которые мне хотелось бы вам показать. А вы на это, соответственно, посмотреть. Мне кажется, я практически каждый уже выпуск старалась говорить о том, что Сейшелы очень специфичное направление. И обязательно, когда вы сюда летите, спланируйте правильно свое путешествие. Моя максимальная рекомендация за время своего отдыха на Сейшелах посмотреть как минимум две локации. Это уже моя повторная поездка на Сейшелы. В прошлый раз мы тоже отдыхали в течение двух недель на трех островах. Майя, Праслины, Ладик. В этот раз у нас получилось все то же самое. Поэтому если не три, как у нас, то хотя бы две. Посередине вот смотрите, какая речка течет, водичка прям. Очень красивая тоже картина. Мне понравился вот этот вот лежачий диванчик. Представляете, вы можете сюда приехать, пока ждете свой час. вот сюда прийти, полежать. Мне кажется, вообще классно, стильно. Рада, что итоги об этом отеле Канопе записывают прямо на нашей террасе. У меня все, разумеется, еще свежо, потому что нахожусь прямо непосредственно здесь. Абсолютно всей нашей группе понравилось. В принципе, наверное, пока мы с вами вместе прогуливались, вы видели вот эти вот все мои эмоции, впечатления. Поэтому у меня, наверное, по всем фронтам, можно сказать, что пять из пяти. В целом, да, есть какие-то небольшие нюансы по пляжу, да, он отличается от самого знаменитого пляжа Боавалон, но все остальное здесь отличное. В первую очередь, то, что он новый, просторный, много воздуха, красивая территория. Вообще, отель эстетичный. Отель напоминает тебе, как будто бы ты отдыхаешь, может быть, в Египте, может быть, в Турции, да, но в каком-то таком вот привычном резорте абсолютно как-то не чувствуется, что это типично для Сейшела отель. Сейчас мы пойдем за фруктами. Здесь буквально в нескольких минутах ходьбы есть небольшая пиццерия, есть магазинчик, где можно что-то дополнительно купить, и вот есть зона, где фруктов, а мы как раз улетаем, хотим вот эти фрукты подкупить. Здесь прикладываем наш WhatsApp, пишите. Мы с командой с удовольствием поможем определиться с самым подходящим резортом. При этом мы высокоэкспертные по всем экзотическим направлениям. Можете смело спрашивать и про Маврики, и про Сейшела, про Мальдивы мы с удовольствием подскажем, какой курорт, какой отель вам подойдет больше всего. Мне кажется, Сейшела чем-то похожа на Мальдивы, но здесь действительно у отелей есть больше возможности развернуться, и у отелей, наверное, больше по площади территории. Там вот просто офигенная энергетика. Ты там успокаиваешься, ты там на какой-то такой вот ритм спокойно переходишь, отдыхаешь, просто тебя настигает умиротворение.